Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Приехали показать свою силу и превосходство, но нежданно встретили сильнейших. В Гомеле сотрудники 8-го управления по Гомельской области, Главного управления по борьбе с орг преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел при поддержке бойцов ОМОНа предотвратили массовую драку. Задержано 14 участников, в отношении двоих возбуждено уголовное дело. 13 апреля около 30 человек прибыли на автобусе в Уридской, чтобы спровоцировать и устроить драку с местными жителями. К хулиганской группировке повстречались два школьника 15 и 16 лет, которых к приезду оперативников двое молодчиков уже избивали около остановки общественного транспорта. 14 человек были доставлены в советские РУВД города Гомеля, все они были опрошены. В отношении двух из них Гомельским городским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по факту злостного хулиганства. В результате оперативной работы удалось пресечь хулиганские действия в отношении потерпевших, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает, а также не допустить других подобных преступлений, в том числе массового характера. К другим происшествиям. Поездка на общественном транспорте в Мозоре закончилась для 80-летнего пассажира наложением гипса на ногу. На остановке по улице Чапаева водитель проявил невнимательность, из-за чего под колесом управляемого им автобуса оказался пассажир. Водитель не убедился, что в проеме средней двери отсутствует пассажир и начал движение. Позже в боковое зеркало заднего вида он увидел, что на проезжей части лежит мужчина и после этого остановился. 80-летний пассажир автобуса был госпитализирован в учреждении здравоохранения, после осмотра и оказания медицинской помощи был отпущен домой. В Гомельском районе на пожаре погиб 55-летний мужчина. Около полунища в службу спасения поступило сообщение о пожаре жилого дома в деревне Диколовка. На момент пожара 79-летняя хозяйка находилась у соседей, а вот ее 54-летний сын был дома. В ходе разведки на полу жилой комнате под обломками строительных конструкций спасатели обнаружили его тело. Огнем уничтожена кровля, потолочное перекрытие, имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия неосторожное обращение с огнем при курении. Такой обзор предшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.